добрый 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 день добрый добрый вечер добрый добрый ночью у кого какое время и у кого какая страна с вами снова я ваша вивьена на канале вивьена и затарикой жизнь здравствуйте дорогие мои подписчики здравствуйте дорогие мои гости канала и здравствуйте те кто первый раз зашел на канал канал у нас добрый гармоничный с общими раскладами с ритуалами с медитациями с чистками, с чистками онлайн. Пожалуйста, заходите и можете смотреть в любое время. Если вы по ленте в рекомендованных увидели видео с моего канала, зайдите, или даже это видео, и обязательно это видео, зайдите, это высшие силы дали вам знак. Вы здесь узнаете то, что действительно вам необходимо. А сегодня у нас будет такой расклад. Какую расплату получишь ты за мои слезы? Какую расплату получишь за мои слезы? Вы можете загадывать любого человека в любовных отношениях, в сферах производственных, карьере. Ну, даже можете подругу, но только интерпретируйте под себя. Я буду говорить как бы по любовной сфере, как получится. Просто буду говорить, что враг, недоброжелатель, предатель или обидчик получит. Что хочу вам сказать. Будем смотреть на разные сферы. Расклад общий. Поэтому каждый интерпретирует под себя. Еще рекомендую после этого расклада, в рекомендованных будет дано, в описании будет дано, сделать обратку на обидчика, на врага. Есть ритуал у меня. Пожалуйста, его посмотрите. Он хорошо действует. Комментарии очень хорошие мне в личку писали. Пожалуйста, если вам нужно лично, мои контакты на экране, а также в описании и в закрепленном комментарии. Пожалуйста, только пишите в вайбер, ватсап, телеграм. Только писать буквами, пожалуйста. Я не могу ответить на звонки. Я принимаю людей. И также я не могу ответить на ваши голосовые, потому что я принимаю людей. И начинаем. И начинаем. Будем смотреть на двух колодах. Колода Таро Ленорман. И золотой Таро. Практически стандартная, но Таро. Очень хорошо смотрится. Будем смотреть на цыганских картах немецких. 56 листов здесь. И также на Ленорман обычных. Сейчас начинаем мы. И будем смотреть. Ух ты! Ух ты! Какие карты выпали. Вот мы спрашиваем про обидчика. Здесь будут перекрыты ему доступы и воздух к обществу, к работе и ко всему прочему. К людям. Социальность потеряет. Раз выскочила. Теперь будем смотреть. Сначала я посмотрю просто в двух словах, какой ваш обидчик, что он из себя представляет. У каждого свой. Каждый интерпретируйте под себя. Общие расклады гораздо глубже и лучше сбываются сходимость, чем расклады по вариантам. Потому что в вариантах вы сами себе притягиваете. И интуиция очень часто не срабатывает. Если вы вся в слезах, интуиция не сработает. Если вы в какой-то эйфории, интуиция не сработает. А здесь вы можете сразу посмотреть, подходит вам или нет. Посмотрим, кто обидчик, его характеристику. Вы интерпретируйте под себя. Мужчина, женщина, коллега. Какой он? Так. У некоторых выпадет это действительно женщина. Женщина, которая знает какое-то ремесло или обращается к ремеслу, к таинственным ремеслам. Если это мужчина, то здесь мужчина. На мужчину воздействует какая-то женщина. Таинственным образом. И тоже может быть заговорами или чем-то. Или методами какими-то таинственными. То есть необычно, когда мы говорим, поди сделай это, поди сделай вот это. Какой ваш? Есть у многих действительно, что человек будет обладать какими-то способностями или будет к кому-то обращаться. Какой враг обидчик? Он скрывается под маской благородности. Ходит в масках всегда. Под маской благородности. То есть показывает себя так, а на самом деле по-другому. И какой этот человек, я буду просто говорить человек, не буду говорить ни мужчина, ни женщина, вы сами интерпретируете. Какой это человек? Человек, который за счет других достигает своих целей. И в карьере, и в денежном отношении, и в любви. А потом может раз, и ускакать. Добился своих целей, и ускакать. И теперь вот единственная карта, которая будет характеризовать этого человека. Человек, который мечтает только о своих целях, исполнение его личных целей. Рано или поздно он пытается все равно это добиться. Вот такой вот человек. Вот такой вот человек. Если вам подходит описание, то смотрим дальше. Говорилочки буду говорить после видео, после расклада. Все тайм-коды у меня проставлены, пожалуйста, смотрите. Так, и теперь начинаем вот с того. Вот так мы будем смотреть. Какую расплату получишь ты за мои слезы? И будем смотреть, как в трех интерпретациях таких. Какую расплату ты получишь в карьере, в деньгах? Какую расплату ты получишь? Видите, какая змеюк у нас лежит? Здесь будет в карьере, в работе. Какую расплату в деньгах, финансы. И какую расплату получит в любовных отношениях, в отношениях с людьми. И будем смотреть. Какую расплату получит человек, которого мы загадали. Вот его характеристика. Какую расплату он получит... Так, сюда поставим, чтобы было видно вам. Какую расплату он получит в карьере, в работе, в бизнесе. Выпала карта тайны и знания. Знаете, чем работал, то и вернется. Если человек использовал какие-то воздействия на ЛП, магические воздействия и другие воздействия на вас или на кого-то, то он это же и получит. И что он получит, мы сейчас посмотрим. Вот так начнем. Главное, чтобы было вам видно. Что он получит в карьере, в бизнесе, в работе? Какая расплата? Расплата. Расплата будет теми же методами, как у него. Расплата будет действительно по велению богов. От него будут отворачиваться в заключении договоров, в заключении работы. То есть будут видеть в нем сразу человека-предателя. Вот знаете, приходит... У меня было свое агентство по недвижимости, и я готовила специалистов для предприятий. Вот понимаете, на собеседовании... Я говорила, какие вопросы надо задавать, как отвечать. На собеседовании сразу видно. Человек лживый, хороший, который Когуч. Лживый, предатель какой он? Вот здесь всегда сразу будут видеть в нем, что он человек, который будет вызывать конфликты, который будет предателем, и это будет как бы от богов. Как бы он там себя не представлял. Какой бы костюмчик, какой платьице не одел, какое бы ожерелье или какие золотые часы на руку. Будут видеть его так. Не будут ему доверять. Как его еще будут видеть? Вот что он получит, какую расплату в карьере, в работе. Очень интересные карты. Какую расплату получит человек в карьере, в работе, в бизнесе? Здесь действительно человека будут как бы сразу срывать с него эту маску. Маску, в которую он ходил. Оказывается, под этим супер костюмчиком грязная рубашка. Потому что, во-первых, будут выявлять какие-то... Вот человек придет, например, на собеседование или на договор. Будут выявлять по его досье, кто он за человек. Будут пробивать. И окажется, что он действительно совсем не та рыбка, которую поймали. Или которую... Это совсем не осетр. Это маленькая-маленькая рыбка из аквариума с хвостиком. И все его начинания, вот как, они будут на нет. То есть он в одну дверь будет открывать, закрывается. Вторую дверь будет открывать, закрывается. Надо договор подписать. В самый последний момент вдруг все рушится. И понимаете, это идет расплата ему для того, то есть теми способами, какими действовал он на других людей. В любой сфере. Вот такая расплата его ждет. А давайте посмотрим просто... А почему же прям долбанет-то по карьере, по работе, по бизнесу? Ну не почему, а в смысл ответили такое, что да, так и будет. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И нигде не будет находить покоя. Или будут закрывать двери. Или не будут подписывать с ними договора. Не будут после собеседования приглашать именно на работу. А если пригласят, то он будет не проходить испытательный срок и так далее. И с ним будут разрывать контакты. Вот разрыв. Карта Мир вот в этой ситуации говорит разрыв. Расставание, разрыв. Вот такое у нас вышло по карьере и работе. Давайте посмотрим, а какую расплату получит человек за ваши слезы, за ваши слезы, за ваши страдания в финансах. А в финансах один как хочешь, так и пой романсы. Вышла карта вдова. Карта вдова – это когда человек сам в себе, в своей скорлупе. Да, в это время можно что-то и переосмыслить. И ему действительно это будет дано на переосмысление. Расплата же приходит не просто так. По башке кирпичи вдруг не просто так, а за какие-то деяния. Давайте будем смотреть вот так. На этой колоде. Какую расплату получишь ты за ваши слезы, за ваши слезы. Вот в финансах, в деньгах, вот конкретно в деньгах. И конкретно в деньгах выходят не деньги, а выходят отношения. Вот понимаете, выходят не денежные карты, а выходят карты любви, карты отношений. И тут что в финансах? Тут тоже опять вышла карта. Видите, как и здесь. По велению богов и высших сил. Он не будет видеть, где лежат деньги. Он будет их терять. Он будет их терять, потому что он будет видеть, что одни потери. И не будет видеть выхода. Он отвернулся от этого выхода, и его будут отворачивать. То есть высшие силы его будут отворачивать. Давайте посмотрим по-другому. Хотела по-другому. Что в финансах? Нет, тогда возьмем вот эти карты. Хочется мне почему-то Ленарман. Потому что здесь четко скажет тогда по деньгам. Какую расплату получишь ты за слезы, за страдания, за мучения, за болезни, потому что столько было страданий в финансах. Человек, который вас обидел. Вот и все. Вот понимаете, как Ленарман замечательно говорит. Он будет терять деньги в каких-то конфликтах. Вот понимаете, человек будет конфликтовать из-за этих конфликтов. Может быть, это будут суды, может, какие-то разборки. Из-за этих разборок, конфликтов он будет терять деньги. Например, на работе, допустим, поконфликтовал с начальством, премию не дали. Если там в бизнесе, то конфликт с партнером, партнер отвернулся, расторг, контракт. И понимаете, это будет долгосрочное такое. Вот потихоньку, потихоньку все будет у него убираться. И какой он еще, давайте так посмотрим. Хочу вот просто в разных колодах, как интересно выходит. Какую расплату получишь ты за мои слезы, за мои страдания, за мою боль. За мою боль, за все, что вот с вами было после предательства, обиды. Ох, какая карта в финансах. Он везде будет встречать. Я говорю, вот почему конфликты, видите? Везде, где он будет думать, что сейчас у него будет такая прибавка, денег прям будет куча. И вдруг появляется кто-то, кто-то как тоже враг, который все это за одну секунду расстроит. Потому что карта боги на свадьбе Пелея и Фетиты. И тут появляется, вот на этой свадьбе появляется ведьма, колдунья. И портит все, как спящие красавицы, помните? И вот здесь будет появляться какой-то человек, который все будет ему перекрывать. Он будет винить всех других, вместо того, чтобы найти, почему такое происходит. Какую расплату ты получишь в деньгах, в финансах, за мои слезы? Какую? А вот такую, куда бы ни ходил бы, знаете, даже, вот смотрите, что выходит. Расплату получит вот какую. Может быть, он будет куда-то ходить, с кем-то советоваться, к юристам, к гадалкам, к ясновидящим, к экстрасенсам, к психологам, может, даже к психиатрам. Потому что здесь у человека начнется мутиться с головой. И никто ему не поможет. С семьей, то есть к кому бы он ни обратился. И самое главное, что с финансов. У него семья, ну, что могут быть и папа, и мама, там, и дом его, там. И семья, может быть, у кого-то есть, у всех разное. Будут вытягивать у него деньги. Куда бы он ни пошел, пойдет, например, к какой-нибудь шарлотке, чтобы исправить финансовое положение. Из него вытянуть все, все, все. Из него будут, он будет терять, из него будут все, все, все вытягивать эти деньги. Вот здесь хорошая расплата. И, как вот этот китайский оракул нам скажет, что, какую расплату получит в деньгах, в финансах человек. А расплата будет такая, что нужно будет пройти этот путь, чтобы понять, что ты творил с другими людьми, тебе же это и приходит. И у тебя одна скала, больше ничего. Вот это нужно, это будет, это ему урок. Урок, который он должен пройти. Пройдет он его с достоинством? Тогда все восстановится. Нет, значит, все будет рушиться. Но человек здесь не понимает. Он любит обвинять всех и вся в своих потерях, в своих несчастьях. И ничего не будет думать, а за что, где я сделал неправильно. Здесь человек об этом задумываться не будет. Будет, может быть, плакать. И что ожидает, ух ты, какое интересное. Какую расплату получишь ты за мои слезы, за ваши слезы, за ваши обиды в любви, в отношениях. Вышел карта офицер. Офицер – это значит, что все должно быть по каким-то правилам, которые от нас не зависят. Вот офицеру сказали идти в бой, вперед. Поднять солдат, да. Вот все, что приказали, то будет и выполняться. Тут еще есть такое, что здесь может прийти, вот уже идет ясновидение, что может прийти, то есть какое наказание ему будет в отношениях. А в отношениях вот такое еще наказание у многих будет. То есть человек, то надо в командировку поехать, он один, то он подписывает какой-нибудь контракт, тоже надо уезжать на какое-то время. Или надо ехать на заработки, или партнер уезжает на заработки. И изменить невозможно, то есть будет все не по его правилам, а по чужим правилам. А раньше он все время хотел, чтобы было по его. Сейчас это уберу, чтобы места было больше. Так, ну видно? Видно. Вот так вот. И какую расплату? Что получит человек, который вас обидел, который заставил вас плакать, заставил мучиться? Вот этот змеюк. Что получит или змеюка? В отношениях. Ух ты, ух ты, ух ты. А вот видите, что он получит? Что он получит? А он получит, что женщины, если это мужчина, не будут с ним в контакте. То есть, понимаете, познакомится. Вот вроде увидит какую-то харизму, а потом, даже сексуальность, а потом увидит, что это фальш-ложь, это переходит в конфликт, в ругань. В конфронтацию, то есть, начинаются какие-то притерки, терки. Но отношения, потому что один будет, он будет по своим правилам тянуть, а партнёр или партнёрша будет по своим. И начинается конфликт. Что его ждёт? Какая расплата в отношениях, в любви? За слёзы ваши, за мучения ваши, за боль вашу? Ну, ух, как хорошо-то! Ух, как хорошо! Ух, как хорошо! Так, чтобы не видно, подождите, не видно. Не видно там уже. Немножко подниму. Ой, как хорошо получается, что он получает какие-то маки в любви. В любви он получает украденную любовь. Понимаете? То есть, всё будет сжираться, вот, понимаете. У кого-то это будет сжираться магическими воздействиями, у кого-то это будет сжираться просто по воле, по воле, таинственной воле высших сил. Смерть – это не смерть, это как бы окончание и начало нового витка. А у него новый виток начинается не с развития, а сразу всё рушится. Кража. Кража отношений, кража непонимания. Понимаете? Вот начинает человек говорить с кем-то, и вдруг у него понос мыслей, запор слов. Потому что у него будут что-то забирать всё время. То он забирал, а теперь у него будут забирать. Что он получит вот в отношениях, в семье, в отношениях, в любви? Расплату какую? Тут только прям воля высших сил. Независимо, кто здесь, мужчина или женщина, человек будет вспоминать о чём-то прошлом, а ему надо будет переработать это прошлое. Потому что любые отношения, какие будут у него, они будут разбивать ему сердце, они будут в скандалах, они будут в непониманиях, человек будет всё время вот в нервном состоянии. Ещё здесь я вижу у некоторых, у некоторых, что женщины, с которыми, например, мужчина, женщины, с которыми он будет, будут, например, бесплодными, или болезни у них будут какие-то по гинекологии. Также это может быть и у него, что у него крысы кое-что отгрызут. Кое-что отгрызут. Маленькие карандаши подгрызут. Ещё давайте посмотрим, и что... Нет, не надо больше по этим картам. Сейчас мы посмотрим вот так. И что, какое наказание, какую расплату получит человек за все ваши слёзы, за все ваши страдания, за всю вашу боль. Вот знаете, он как будто... Вот всё, то есть всё это то, что мне надо. Это там женщина моей мечты, или это мужчина моей мечты. А всё, знаете, только как иллюзия. И дальше опять. Мачало, начинай сначала. Партнёр будет его проглатывать, как крокодил крысу. Вот понимаете, его партнёр, он будет... Вот если мужчина, он будет под кублуком. Мямли-мямли. Если женщина, то партнёр будет тираном и будет её поглощать. И дышать невозможно будет. И отношения какие-то краткосрочные, понимаете, вспыхивают, как спичка, и гаснут. И у кого-то действительно здесь будет проблема. Проблема мочи половой системы. По-женски или по-мужски. И что нам ещё скажут карта? Потому что, знаете, как-то идёт. Сначала долбанёт человека, всё-таки финансово начнёт долбить. И вот эта финансовая сфера, которая у него будет сокращаться, уменьшаться, и вообще, может, уйдёт в ноль, она приведёт к тому, что и отношения будут личные и любовные портиться с людьми. Какую расплату получишь ты, человек, который мне дал слёзы, обиду, который вам дал слёзы, обиды? Упадок. У мужчин будет упадок. То, что между ног. Упадок. И вообще все отношения будут идти в упадок. И здесь действительно идёт, если у мужчин, здесь идёт действительно осторожно, мочеполовая система. Осторожно, мочеполовая система. Если у женщин тут тоже, и вообще идёт упадок. То есть вот встретили человека, вспыхнули, и вдруг раз всё непонятно, раз-раз-раз всё разгромилось, всё как будто что-то забрали, у кого-то энергия, у кого-то деньги, у кого что будут забирать. Вот такой у нас расклад. Очень интересный расклад и очень даже познавательный. Каждый может смотреть сам. Я рекомендую смотреть полностью видео по всем сферам. Тайм-коды будут даны. Что я хочу, о чём я хочу с вами поговорить. Мы всё, вот говорю, в жизни временное. Всё временное. Есть начало и есть конец. Мы живём по циклам. Карты Таро – это тоже цикличность. Я вам делаю общие расклады, чтобы вы поняли как бы смысл, ситуацию свою. Всегда есть начало и конец в любых отношениях. И на работе мы сколько-то работаем, контракт закончился, мы переходим на другую работу. И в отношениях так же, и в семейных отношениях так же. Что я хочу вам сказать. Да, очень много есть людей, которые, не будем говорить там, ну да, поганки, которых по головам, по черепушкам ходят, в масках. Мы их принимаем за друзей, мы их принимаем за любимых, мы им доверяем. А потом они берут ведро с какашками и обливают нас. Но единственное, что я хочу вам сказать. Отошли вы от этого человека. Кто это, мужчина, женщина, не важно. Отходите с достоинством победителя. А победитель не мстит. Победитель положил на плаху, отрубил голову, и он больше ничего не мстит. Вообще не мстит. Победители уходят победителем. Всё остальное, вот как это ни странно звучит, высшие силы сами совершают. Они дают наказание. Вот могу привести пример, может быть, он очень жёсткий. очень у многих мужчин, педофилов, те, которые любят, особенно мальчиков, очень многие умирают от рака прямой кишки. Правда? Хорошее наказание. Страшное, просто вчера тоже услышала, не хочу говорить про кого, человек этот уже умер именно от этого, и кем он был при жизни. А его считали чуть ли не Богом. Всегда приходит ответ от Вселенной. Всегда за все наши деяния. Поэтому не надо мстить бывшим, не надо мстить своим бывшим подружкам, которые там обидели. Не надо мстить никому. Можно сказать, да пошёл ты! Можно ещё что-то покрепче. Повернуться и уйти. И вы будете в победе. А самое главное, научитесь не обижаться. Потому что, ну да, секундная обида может быть, это вот эта эмоция. А дальше должно быть чувство справедливости. Вот такой у нас был расклад. Вот это я хотела вам сказать. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Проверяйте свои подписки и колокольчики, чтобы они были тёмного цвета. не приходят уведомления. Заходите просто на канал по поиску. Вы набираете Вивиену, у вас сразу, не надо даже ничего, Вивиену, и у вас сразу выскакивают два канала. Обычно сначала выскакивают первый, там где 141 подписчик, и потом чуть ниже второй. Всё, и вы найдёте. Так же смотрите меня в Яндекс.Эфир, подписывайтесь в Фейсбук. Кому нужно лично, пожалуйста, все контакты мои под видео. Я желаю всем счастья, добра, в сердце добра, чтобы сердце не было ожесточённым, не замёрзло, не охладело, и не окаменело. И берите радость, берите радость, берите всё у природы. Выходите на улицу, дышите. Вот такое дыхание на воздухе очень хорошо восстанавливает всю систему организма. Радуйтесь. Умейте быть счастливыми. Счастье – это эмоция. Но нужно эти эмоции каждый раз подталкивать пенделем. Иногда и так. Вот видите, я улыбаюсь. Пока-пока. И вам желаю улыбаться. Пока-пока. И вам желаю удивляться. Пока-пока. С вами была Вивиена. До новых встреч!